друзья всех приветствую на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный telegram канала market с большим количеством аналитического контента друзья подписывайтесь не стесняйтесь комментировать посты нам очень важно ваше мнение какой-то инструмент дополнительно нужно разобрать он крайне вам интересен но информации по нему вы не находите пишите об этом обязательно добавим ну что ж настроение на финансовых рынках остаются явно подавленными и причем если попытаться разобраться в общей рыночной ситуации то конечно же на площадках присутствуют те же самые вопросы что несколько дней назад что дальше будет с мировой экономикой будут ли новые ограничения меры социального дистанцирования локдауны насколько сильно пострадают на темпы экономического роста как сильно замедлится вот это экономическое восстановление будут ли новые стимулы со стороны центральных банков и может быть все банки которые уже анонсировали первые шаги которые предполагают ужесточением политики может быть эти шаги будут сделаны в обратном направлении планы с корректированы это очень правильные вопросы потому что мы несколько дней подряд вынуждены друзья говорим о ситуации с к видом которая продолжает ухудшаться во многих регионах мира и ранее я позволил себе а сравнение которое обосновано было сравнение относительно того что сейчас ситуация очень похожа на то что мы видели в двадцатом году но при том что мы проводим такие параллели я все-таки продолжаю озвучивать лично свою субъективную позицию что конечно же таких страшных времен как в двадцатом году уже не будет и экономики по моему субъективному мнению уже не будут закрываться доказательства например англия где количество новых случаев на выявленных случаев дельта штамма растет при этом как вы помните в понедельник власти англии приняли решение окончательно отменить действовавшие ранее карантинные ограничения в том числе и масочный режим почему такое решение было принято потому что очень большая ставка делается на на компании по вакцинации и я может быть все несколько наивно рассуждаю но это моя точка зрения считают что компания по вакцинации они действительно эффективны какой-то мере и да они не гарантия того что человек который сделает вакцину он не заболеет видом но они точно дают уверенность и может быть даже выступают гарантией того что даже если человек заболеет протекать болезнь будет не так жестко и неприятно как могла бы протекать если бы не было этой самой вакцины и опять же вернемся к ситуации в англии количество заболевших действительно растет но посмотрите на проценты госпитализации 70 процентов населения англии получила первую вакцину и сейчас мы видим что кейсы которые предполагают тот факт что человек заболел это не знак равно того что обязательно он будет госпитализирован количество жестких случаев того как протекает инфекция в англии сейчас чуть ли не минимально отсюда я делаю выводы о том что все-таки вакцины работают поэтому я сохраняю свой оптимизм в отношении будущего рисковых инструментов но отдельных категорий уж точно особенно американского фондового рынка вы помните как ранее я активно родил за то что из нп доберется до цели в 4500 пунктов нас да коснется 15 тысяч пунктов и в целом учитывая как лихо фондовый рынок откупали вчера фактически частично было компенсировано снижение последних дней это настраивать на позитивный лад и позволяет дальше допускать то что тренды не сломаны эти тренды ранее лишь столкнулись с локальной коррекцией но в конце концов сила покупателей будет более выраженной и мы увидим те максимумы которым стремились ну а теперь по основным финансовым активам как вы помните из обвала рынка нефти я чуть-чуть был испугался и соответственно приняли решение пока с нефтянкой не работать потому что не могу спрогнозировать насколько масштабным может масштабным может оказаться паника и панический сброс актива из-за на действий спекулянтов то что мы видели в начале недели это была паника друзья нефти потеряла за одну такую сессию около 8 процентов это много и если новостной фон на а площадках на рынках ближайшие дни будет приправлен таким же негативом как и раньше то рынку нефти ничего не стоит просесть еще сильнее но я все-таки рассчитываю на то что в ближайшие дни последует восстановление и уже после того как котировки вернуться там в район 73-75 буду снова рассматривать возможность покупок с целями 80 долларов за баррель кстати сегодня выйдут запасы нефти сша в 1730 по московскому времени один из важных релизов если даже не единственный отчет на который стоит обратить внимание сегодня по аналогии если проводить на параллели с отчетом от американского института нефти и допускать что между этими показателями есть и корреляция api отчет показал что запасы выросли это негативный фактор для котировок нефти соответственно если официальные данные будут такими же со знаком плюс то давление локально на котировки нефти может усилиться американская валюта 93 а пункта по индексу доллара я как и ранее предлагаю следить смотреть за доходность американских трежис и понимать что при такой динамике казачейского долга коррекция американского американская валюты может развиться но фактически в любую секунду золото кстати за доходности трежис напротив получать поддержку 1809 долларов за троиск полностью сейчас хай вчерашнего дня 1824 на мой взгляд золото сохранить потенциал для дальнейшего роста и вот уровни 1795 1800 это прекрасный такой диапазон а именно котировок и цен а с которых к покупкам стоит присматриваться ну собственно как мы это делали и ранее голлман сакс верит в 2000 долларов за тройскую унцию правда сроки немного размазаны в горизонте ближайшего года но это так для общей информации что в рынок а нефти верят а крупные банки и я как ранее отмечал приводил вам несколько а факторов которые указывают на то что золото реально может подрасти рисковые инструменты бокам спекулятивно а шортим я имею ввиду евро и фунт кстати по европейской валюте сейчас котировки 1 17 72 цель 1 17 лоу вчерашнего дня 1 17 55 завтра заседание европейского центрального банка если сегодня не просядем до отметки 1 17 то завтра по факту ожидаемой волатильности еще до оглашения до начала пресс-конференции главы европейского центрального банка поддержка 1 17 реально может быть протестирована цели 1 16 50 7 1 17 вот так вот диапазон ранее позначали фунт против доллара здесь мы добрались до нашего профитного ориентира это была поддержка 136 сейчас котировки 136 15 но лоу вчерашнего дня был на эти 135 70 как я и отмечал фунт будет заложником очень неприятной ситуации с к видом великобритании еще и на фоне остаточное снятие остаточных карантинных ограничений поэтому реакция была более чем логичная далее фунт продавать я бы пока не рекомендовал американский фондовый рынок как я уже отметил на средний долгосрок все-таки с учетом последнего восстановления есть очень высокий шанс вернуться к исторический максимум и уже добить те цели которые ранее были обозначены новозеландец против доллара в длинных позициях я держу с целями выше 0 73 потому что резервный банк новой зеландии по-прежнему остается предан своим планам два-три раза повысить процентную ставку и окончательно свернуть программу на количество смягчения bitcoin 30500 вот сегодня на азиатской сессии bitcoin неплохо восстановился друзья но я все-таки склонен полагать что и фундаментальный фон и техника которые сложились в последние дни да и в принципе результаты опроса которые мы проводили в нашем телеграм канале все это свидетельствует о том что будут еще многомесячные минимумы где-то в диапазоне 20 тысяч 25 тысяч если вы не согласны у вас другая точка зрения обязательно пишите в комментариях на этом собственно все хорошей торговой сессии всем пока